Расширен список запрещенных на территории нашей страны наркотиков. Состав пополнили на 46 наименований. Обновленный реестр опубликовали сегодня на национальном правовом интернет-портале. Инициатива внесения изменений в уже существующий перечень принадлежит отечественным экспертам. И скажу, что совсем недавно на рынке появился новый вид спайса. Но эта формула, как уже два года, в черном списке. Чего не стоит делать и чем не стоит торговать, расскажет Карина Пашкова. Всего в списке запрещенных на территории Беларуси наркотиков числится 612 формул. И сегодня этот реестр пополнили еще 46. Среди них 17 видов наркотиков, 26 психотропов и 3 прекурсора. Последние используют для изготовления дурманов. Предложения по дополнению республиканского перечня были внесены сотрудниками Государственного комитета по результатам изначения наркоситуации в иностранных государствах, в том числе таких, как Англия, Германия, Китай, Япония, а также других. А также по результатам мониторинга в специализированных интернет-ресурсах, предлагающих на продажу соответствующие психотропные вещества. Буквально на этой неделе брестские таможенники остановили поставку нового для нашей страны наркотика 4 ЦНЦ. Об этом мы говорили еще в понедельник. Был задержан один из видов синтетического дурмана. Несмотря на то, что ранее в Беларуси данный психотроп не задерживали, о нем правоохранители знали, и в перечне запрещенных ядовитое зелье уже числилось. Потому теперь в отношении наркоторговца следователи возбудили уголовное дело. Реестр запрещенных веществ появился еще в 60-е годы прошлого века. Тогда же в список были внесены первые формулы дурманов. Ежегодно перечень пополняется. Нужно сказать, в нашей стране борьбу с наркотиками ведут абсолютно все ведомства. Главная особенность правоохранителей работают на опережение. Это значит, что вещества, которые еще не были выявлены на территории Беларуси, уже внесены в список запрещенных. Нужно сказать, в области борьбы с распространением наркотиков наша страна занимает лидирующие позиции. В отличие от государств соседей, процесс наложения запрета на дурманы в Беларуси более оперативный. Потому нередки случаи, когда наркоторговцы попросту не привозят тот или иной психотроп в нашу страну. Поскольку здесь их уже может ждать уголовный процесс. В то время, как, например, в России до введения запрета у дилеров будет около месяца.